Возвращение молодёжного фестиваля конкурса «Надежда» на театральной подмостке Ульяновска стало настоящим подарком для молодых актёров, студентов, которые обучаются актёрскому мастерству и, конечно, поклонников мельбомены. Впервые он прошёл в 2001 году по инициативе Народного артиста Российской Федерации, лауреата Госпремии Бориса Александрова. После почти десятилетнего перерыва его ученики решили возродить детище мастера, своего учителя-наставника. В этом году фестиваль стал юбилейным, десятым по счёту. Дети-идея, наверное, появилась, она на самом деле витала давно, просто мы не знали тоже, как подступиться. И таким некоторым катализатором, на мой взгляд, конечно же, стало присвоение молодёжному театру имени Бориса Владимировича Александрова. И это была в своё время замечательная затея, которую сотворил и придумал Борис Владимирович. И этот фестиваль в наши студенческие годы, когда мы потом закончили университет и стали уже, скажем так, молодыми артистами, он нас творчески очень грел. Фестиваль дал путёвку в жизнь многим ульяновским актёрам, режиссёрам и даже театрам. Мы его задумали в несколько другом формате, потому что в этом году в нём также принимают участие не только профессиональные, скажем так, артисты, да и не только те ребята, которые только становятся артистами, учатся на них, скажем так. В этом году участие принимают детские коллективы, школьные театры, университетские театры других вузов, скажем так, не только УЛГУ, не только нашей кафедры. Более 40 коллективов заявилось для участия в возрождённом фестивале. На суд зрителей были представлены лучшие постановки. Машина ждать не будет. Ну, не по-людски это, Ань. Не по-людски. Ой, да ладно вы, не волнуйтесь. Я квартир продам, долгу не останусь. Ну, дело твоё, Ань. Дело твоё. Это, а за телевизором я гостик пришлю. Вот, он вас с Витенькой до райцентра-то и довезёт. До какого райцентра? Ну, тогда на ошибную экспертизу. В смысле? А, это, это, фельдшер приходила. Одним из участников фестиваля стала арт-группа «Другое место». Молодые актёры показали постановку Александра Лебедева по пьесе Татьяны «Загдай. Человек в закрытой комнате». Буквально практически за две недели плодных репетиций мы создали замечательный, я надеюсь, спектакль. Ну, вообще, эта история как бы про взаимоотношения ребёнка и родителя, я думаю, что и раньше была актуальна эта тема, и сейчас она до сих пор становится актуальной. За четыре дня зрители смогли посмотреть 12 театральных постановок, профессиональных, студенческих, школьных коллективов по пьесам, классиков и современных драматургов, а также творческие работы студентов в специальности актёрское искусство и актёров профессиональных театров. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.